Это самое блюдо, о котором вы пишете, этот жуткий пирожок, который называется беляш и продается в любой забегаловке, никакого отношения не имеет к оригиналу, к тому чуду, которое сейчас мы с вами будем готовить. А чудо это называется зюр-дале. Большой пирог. Чудо кулинарии Татарстана. Что мы делаем? Мы готовим, не мы, а Рамла Апа, правильно я называю? Апа это тетушка по-татарски, готовит тесто. В тесто мы кладем обычную муку, да, пшеничную, сметану, яйцо, подсолнечное масло, соль, перец, сода. Ну, я думаю, все хозяйки знают, как такое тесто приготовить, оно идет для многих блюд, да? Мы замешиваем это тесто, тем временем Тамерхан готовит начинку. Он режет лук. Вообще у нас, что только не кладут беляш. В настоящий беляш добавляется мясо гуся или потроха и баранина. Все. Из начинок у нас кладут и рис, и горох, и проса, и все что угодно, и картошку. Картошка допустима, но мы сегодня будем готовить самый настоящий беляш с полбой. Буду служить тебе славно, усердно и очень исправно. В год за три щелчка тебе полбу, есть же мне давай вареную полбу. Вот так написал Александр Сергеевич в сказке о папе и работнике Балде. Что такое полба? Кто такая полба? Полба это, как бы сказать, это такая пшеница, но дикий ее сорт, который во времена Пушкина был очень популярен на Руси. В чем же особенность этой полбы? То, что она богата протеином и во много раз полезнее обычной пшеницы, которую мы едим сейчас. Но чуть-чуть менее вкусно. И гораздо сложнее ее выращивать. Поэтому сейчас в России найти полбу практически невозможно, кроме как здесь, в Татарстане. Вот это она уже такая помолотая. Ее запаривают примерно два с половиной часа. То есть доводят до кипения и на маленьком огне два с лишним часа она распаривается. Вряд ли вы ее найдете в магазинах в вашем городе. И вряд ли вы за ней поедете в Татарстан. Поэтому можно заменить полбу, если вы хотите приготовить настоящий, да, зурбалеш, то можете заменить это гречкой. Тем временем у нас почти готова начинка. Да, это у нас гусь. Нарубленный гусь на мелкие кусочки. Причем даже с костями, да? Да. Прошло два с половиной часа. Я тоже работал. Я делал полбу. Я ее томил. Или что, томил я ее? Или варил я ее? А себя томил. И вас томил. А параллельно пассировал лук. Это пассированный лук. Видите, он практически не поменял цвет. И мы сейчас из полбы лука и мяса будем делать начинку для... Сам сейчас, сейчас сам скажу. Для зурбалеш. Правильно? Молодец. Молодец. Значит, мы раскатали... Не мы. Рамляпа раскатала тесто. И мы туда кладем стамерханом. Что такое? А, мы кладем его в сковородку. Так, что он свисает, края свисают. Ну что, начинаем класть сюда начинку? Да. А мы отдельно делаем начинку? А как же тесто? Вместо мешаем. А, понял. Мы перемешиваем все это в отдельном сосуде. Да. Можно в сковородке, можно в кастрюле. Но мы же в полевых условиях готовим. Зурбалеш. И добавляем полбу. А вы добавляете гречку. Ничего страшного. Нормально. После чего мы добавляем соль, перец и перемешиваем начинку. А, еще масло добавляем. Да, сливочное масло. А, сливочное. Вообще, кстати, спросите у продавца в московском каком-нибудь общепите, откуда корни этого блюда? Он вам не ответит. Потому что они будут думать, что это просто пирожок с мясом и с луком. Глупость. А это на самом настоящий зурбалеш. Тамерхан кладет начинку. Барабанная дробь. Ой, как аппетитно. Все, есть начинка. Теперь, Тамерхан, можешь раскочегарить печь? Правильно. Раскочегаривает печь Тамерхан. А мы что делаем? Мы делаем крышку. Так, кладем. Видите, такую шапочку не все у нас покрывает. А знаете почему? Я сам догадался. Потому что у нас же там эти есть краешки, которые мы сейчас будем лепить. Мы. Рамляпа будет лепить. А я буду смотреть. Там нас Тамерхан зовет. Он уже печь был. Идти можно, да? Говорит, можно нести. Ой, что это? Порвалось. Нет. Рамля сделала дырку зачем-то. Зачем? И бульон доложим туда, когда уже... Когда доляш наполовину готов, мы доливаем туда бульон. Как бульон по-татарски? Шулпа. Шулпа. Мы доливаем туда. А это что такое я держу? Это вот это сюда ложим. А, это крышка? Да. То есть мы снимаем крышку... Снимаем и шулпа положим туда. Попросите в столовой такой доляш. Даляш. Все. Мы берем наш жюрд-баляш и несем его... Мы-то несем его в печку. Там Тамерхан раскочегарил. У вас печки нету. Поэтому вы ставьте в духовку, разогрев ее до 200 где-то градусов, и ставьте на 2-2,5 часа. Так. Вот мне нравится. Я там сижу у плиты целый день. А они здесь сабантуй устроили. Кстати, вы не знаете, что такое сабантуй? Ну, вы меня спросите, я вам как-нибудь отвечу. А пока, пока вот мои хозяева и гости устроили сабантуй, я приготовил жюрд-баляш. И сейчас мы его будем есть. Есть его можно нарезая на куски, а можно вскрыть вот эту гречо, вскрыть крышку и оттуда ложками есть, как из казана. Ну, попробуем. Царь стола. Приятного аппетита. Ну, прям как в наших столовых.